Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым належало бы нам спастись. Сегодня суббота, сегодня шаббат, поэтому приветствую еще и шаббат шалом всех. Но сегодня необычная суббота, весьма необычная. Мы ее называем Великой Субботой. Предпасхальная суббота в традиции, древнейшей традиции, еврейской и нашей православной, также перенятой с библейского иудаизма, называется Великой. Шаббат Хагатольм. Суббота Великая. Хотя даже в самом названии оригинально, если прочесть на иврите, то некоторая тайна. Потому что шаббат это женского рода слово, а Хагатоль давно Великая, на самом деле не Великая, а как читается, как Великий, мужского рода. И получается, что буквально, если переводить на русский язык, то звучит как-то немного странно. Суббота Великий. Но так же не говорят. И в чем здесь секрет? В древности еще видели в этом некую тайну, некое таинство. Я рассуждаю, как уже новозаветный верующий, что действительно, как христианин, как мессианский верующий, рассуждаю над строками Нового Завета, Брит Хадаша, Евангелия Христова. И рассуждаю, углубляюсь в эту тему и понимаю все четче и четче, что наша Пасха это действительно сам Иисус Христос, сам Иешуа Машиах. Он действительно является нашей Пасхой, закланной за нас. И вот эта Суббота Великая, ведь в ней вспоминается, вот собственно, вот сегодняшним днем вспоминается то повеление, которое евреи и все боящиеся Бога, что уверовали в Бога Аврамова, Исаакова и Яковлева, и поверили, доверились Моисею как пророку Божьему. Они брали агнцев, однолетних или же козлят, позволительно было также однолетних брать из стад и приводили в свои дома и привязывали в своих домах. Это было в субботу и это было весьма соблазнительно для многих, будем так говорить, по крови потомков Якова, Израиля. Потому что, значит, еврейский народ и будучи в рабстве соблюдал шаббат. И даже, знаете ли, тиран, фараон не мог ничего с этим поделать. Его тирания была бессильна против, вот знаете ли, такой упертости, в хорошем смысле слова, еврейской. И действительно, да, шаббат, суббота всегда соблюдалась. Даже есть такая, как бы, присказка, поговорка такая, что не мы субботу сохранили. Многие говорят, евреи, а эта суббота нас сохранила. Ну, имеется в виду и как народ сохранила вообще, да и во всех отношениях. И знаете ли, друзья, действительно, вот тогда Моисея, слово, Божье слово, через Моисея сказанное, я думаю, для многих стало преткновением и соблазном. Но Господь не нарушил шаббат, и Моисей, он не повелел нарушать шаббат. Может быть, наши представления человеческие, да, нарушились некоторые о шаббате, но Божье представление о шаббате, Божья воля о шаббате, она не нарушилась. Божья заповедь не нарушилась. Хотя она не была еще де юре, будем так говорить, юридической заповедью. Она стала заповедью таковой лишь в 20 главе книги Исход. Но самого бытия, самого еще нашего праотца, пра-пра-пра, праотца Адама и праматери Евы, в человеческом роде всегда суббота была знамением творения этого мира. Но с момента исхода она также стала знамением нашего выхода из рабства. Слава Богу всемогущему! Дорогие друзья, и вот даже в самом наименовании, шаббат Агадоль, я вижу указание на настоящего Агнца, выбранного самим Небесным Отцом, Агнца Божьего Иисуса Христа. Когда Иешуа, Машеах, он пришел на Иордан креститься от Иоханана, там в водах реки этой, то Иоханан, или же Иоанн Креститель, он сказал ученикам, что вот Агнец Божий, Агнец Божий. И действительно, Иисус, он пришел, Иешуа явился в этот мир, действительно разрушил дела дьявола, совершил многое действительно, но его главное, его и поставь, главное его, будем так говорить, грань его служения, самое главное, костяк, собственно, фундамент его служения, да, фундаментально, это именно, что он закланный Агнец, от века еще, в вечности закланный Агнец, он пришел действительно умереть за всех нас. И Бог, таким образом, во Христе примирил с собою весь мир, евреев, неевреев, весь тварный этот мир, что мы видим вокруг, он уже искуплен и уже примирен. В этом Евангелии, благая весть, Бог во Христе примирил с собою мир, Агнец Божий закланный, в эту субботу, в этот Великий Шаббат, в этот Шаббат Агадоль, в эту субботу Великого, будем так говорить, Агнца Божьего, в эту субботу Великого Агнца Иешуа Машиаха, как новозаветные верующие, восславим Творца, восславим Господа. Все мы евреи, неевреи, все вместе восславим Бога Великого, ибо так Он возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Он возлюбил этот мир, что пролил свою кровушку за нас, кровь свою отдал, жизнь свою отдал за всех нас, и воскрес воистину из мертвых. Слава Богу! Сегодня в библейском исчислении 8 число уже лунного календаря, первого месяца, как мы его называем, ведь сам Бог Всемогущий в 19 главе в Исходе записано, Он повелел, чтобы этот месяц лунного календаря, месяц Ниссан еще называемый нами, или же Авив, то есть Весна, да, мы его по-разному именуем, но он действительно первый месяц согласно Слову Бога Самого Всемогущего. И поздравляю всех вас, братья и сестры, остается уже меньше недели до времени нашего исхода, до времени празднования нашего исхода, до времени Пасхи, которую сам Господь Бог повелел во все века праздновать. В этом году полнолуние месяца Ниссан, с 14 на 15 Ниссана будем совершать Пасху Господню. Выпадает на всем, в 2018 году, выпадает в ночь с 30 на 31 марта. Это ночь святая, ночь бдения, ночь любви, ночь радости, ночь пасхальная, святой Пасхи. Будем хвалить Агнца Божьего Иисуса, будем совершать хлебопреломление, Евхаристию Божественную, еврейский седр, мессианский, такой уже христианский седр, ужин вечерю, всю ночь фактически будем кушать и молиться, и Бога благодарить, восхваляя Его за все. А затем наступают дни пасхальные, опресночные, и в этом году получается с 31 марта, то есть с 15 Ниссана, и до 21 Ниссана, то есть до 7 апреля месяца, до вечера 7 апреля весело хрустим мацой. Так что уже сейчас, дамы и господа, остается совсем немного времени, братья и сестры, закупайтесь мацой, в любой синагоге можно купить ее, здесь, в Киеве, в любом большом супермаркете можно купить на раскладках, на полках видна маца, привезенные уже, значит, и с Израиля маца, и с Польши маца, и украинской маца. Так что запасайтесь с опресноками, и будем есть опресники, как Павел Апостол сказал коринфянам, будем праздновать не со старую закваскую, он говорит, не закваскую порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. И, конечно, в культуре такой церковной, к сожалению, ужились далеко не церковные традиции, далеко не христианские традиции, далеко не истинные традиции, а человеческие, а чаще всего даже и бесовские, совершенно оккультные. Но, дамы и господа, наша Пасха это сам Иисус Христос, сам Господь, поэтому хрустим отцой, радуемся Господу и благодарим Бога за чистоту и святость, за дар Божий вечной жизни, слава Иисусу Христу. Благоставляю всех вас, братья и сестры, дорогие друзья из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Ну и в завершение тоже и всю нашу Киевскую архиепископию, благоставляю всех наших священнослужителей, всех верных благоставляю, а также и всех любящих Господа с разных конфессий, динаминаций, юрисдикций, всех православных христиан, католических, протестантских, всех мессианских евреев, всех мосихийских мусульман, всех для кого и Ишуа Машиах, Иисус Христос, Иса Масих, Джизус Христ является действительно спасителем Господом Бога. И ни в ком другом нет спасения. Как говорили первые еврейские эти апостолы, эту же веру еврейскую, эту веру апостольскую, эту веру христианскую мы провозглашаем и сегодня в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. Благоставляю всех вас старым, добрым нашим еврейским, библейским благоставением, благоставением Каина, благоставением священников. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, Да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok